Простите, у вас во рту медуза? И как она там оказалась? Поскорее выплюньте ее, а потом будем разбираться. Вообще-то я почти уверен, что медуза попала в рот случайно. Но если вы решили проглотить бедное существо, чтобы спасти от голодной чайки, или чтобы впечатлить девушку, что, кстати, не сработает, этот поступок не принесет ничего хорошего никому из вас. Поскорее примите меры, обратитесь к спасателям или вызовите скорую помощь. Вам грозит отравление, так как у всех медуз, даже самых обычных, есть опасные стрекательные клетки – кнедоциты. Возможно, вы этого не замечали, ведь мелкие экземпляры не способны причинить человеку боль своими кнедоцитами. Но только до тех пор, пока вы не проглотите медузу. Оболочка полости рта и горта не весьма чувствительна, она гораздо тоньше других тканей. Поэтому повредить ее проще, чем эпидермис – внешний плотный слой вашей кожи. Да, ожог или отравление – очень неприятные явления. Но для бедного животного ситуация еще хуже. Внутри вас темно. Мистер-медуза в ужасе. Он ведь бесхребетный. Впрочем, он не зря боится. Среда в вашем желудке не так дружелюбна, как вы сами. Кислота в составе желудочного сока опасна для любых морских обитателей. При этом соленая вода раздражает ваш желудок. Однако соль не ядовита, а малая доза морской воды вам не навредит. Почти каждая из нас глотает немного воды во время купания. Но в больших дозах она провоцирует рвоту. Если выпить слишком много, вода тут же попросится обратно. И пусть это не эстетично, избавиться от проглоченной медузы, таким образом, не худшее решение. Итак, если вы проглотили медузу, достаточно запить ее морской водой? Нет, нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Ситуация может быть серьезнее, чем вам кажется. Взять, к примеру, случай со спасателем из Австралии, который случайно выпил воды с медузами. Да, знаю, звучит весьма странно. Вот как все было. Молодого австралийца доставили в больницу после того, как он отравился настоем из щупалец медузы. По-видимому, кто-то из коллег по серф-клубу выловил пару щупалец очень ядовитой медузы морской осы и оставил в банке с водой прямо в холодильнике. Никто, конечно, не собирался пить эту воду. Ребята хотели отдать материал в местную лабораторию. Но юного спасателя мучила жажда, и он принял жидкость с медузами за обычный прохладительный напиток. После пары глотков он понял, что что-то не так, и позвал коллег на помощь. Мудрое решение. Когда прибыли медики, ему уже было тяжело дышать. Так-то? Думаю, теперь вы удивитесь, услышав, что прямо сейчас множество людей осознанно глотают медуз и платят за это удовольствие невероятные деньги. Во всем мире, но особенно в Азии, медузы считаются деликатесом. Что только из них не готовят. Кроме, пожалуй, бутербродов. Медузами не прочь перекусить столько народу, что в мире ежегодно вылавливают 354 тысячи тонн этих морских обитателей. Как я уже сказал, больше всего блюда из медуз любят в Азии. Кстати, здесь медуз не только вылавливают, но и специально выращивают. В Китае молодых особей разводят в прудах, а затем выпускают в океан, чтобы увеличить популяцию. Япония тоже не отстает от Поднебесной. В стране восходящего солнца вы запросто сможете отведать медузу. Вы знали, что прибрежные воды Японии кишат медузами Намура. Вес этих гигантов достигает 200 килограммов. Они настолько огромны, что угодив в рыбацкую сеть, могут потопить судно. Прямо-таки медузы-сумаисты. Такую медузу вы не проглотите целиком, но даже если вы справитесь с маленьким кусочком, японцы будут вам благодарны. Медуз Намура развелось здесь так много, что проблема привлекла внимание правительства. Лучшим решением сочли обед с участием этих существ. Разумеется, не в качестве гостей, а в качестве закуски и основного блюда, и даже в качестве очень необычного десерта, о котором мы поговорим позже. Удивляет другое. Несмотря на огромную популяцию медуз Намура, Япония ежегодно дополнительно импортирует до 9 тонн этих морских обитателей. Готовят их по-разному. Медузы, из которых была удалена соль, практически не имеют вкуса. Также в них нет ни капли жира, зато они улучшают текстуру блюд. Их могут подавать и как отдельное лакомство с острым соусом чили. Ммм, вкуснятина. Другие популярные блюда из медуз. Маринованные медузы, суши из медузы, медузы с белым рисом и кунжутным соусом. И, конечно же, салат из медузы с курицей. Выглядит аппетитно. Адепты правильного питания оценят чипсы из медуз как прекрасную альтернативу картофельным. Но все это не значит, что вы должны попробовать первую попавшуюся вам на пляже медузу. Без правильной обработки она может вызвать серьезное отравление. Сначала сходите на кулинарные курсы. Настало время рассказать про крутой японский десерт. Он необычен по двум причинам. Во-первых, что может быть круче мороженого из медузы? Во-вторых, это мороженое еще и светится в темноте, благодаря биолюминесцентным свойствам медузы. Во время еды ваш язык соприкасается с люминесцентным белком и в результате тоже начинает светиться. Ничего себе! Не знаю, как это на вкус, но попробовать хочется. К сожалению, я слышал, что цена составляет 200 долларов за шарик. Немало. Может, вы угостите меня? У меня скоро день рождения. Биолюминесценция — невероятное явление. Это настоящий естественный свет без выделения тепла, совсем не такой, как солнечный или электрический. Множество морских обитателей, особенно в темных глубинах, обладают этим поразительным свойством. Именно оно позволяет половине медуз светиться в темноте. На суше биолюминесценция встречается крайне редко. Только у светлячков и светящихся червей, которые, кстати, вовсе не черви, но о них я расскажу в другом видео. Медузы входят в диету большинства крупных морских обитателей, так что если вас вдруг проглотит кит, есть шанс, что следом он слопает светящуюся медузу, и тогда вы сможете читать при ее свете. Кстати, если вы проглотите светящуюся медузу, доктор сможет осмотреть ваше горло без дополнительного освещения. Вот еще интересный факт о медузах. Ученые считают, что эти существа используют свет для коммуникации, как подводные маячки. Таким образом медузы также стараются привлечь партнера. Некоторые виды используют эту способность и для маскировки. Есть рыбы, которые предпочитают сливаться с камнями. А эти медузы прикидываются солнечными зайчиками. Когда хищник проплывает под медузой и смотрит вверх, он принимает ее свечение за солнечный свет. Если это не сработает, то у медузы есть еще один трюк. Довольно пугающий, зато эффективный. Она отбрасывает одной из светящихся щупалец. Опускаясь на дно, оно отвлекает хищника, а сама медуза перестает светиться и тихонько уплывает подальше. Круто. Еще круче, что медуза может отрастить новое щупальце, благодаря регенерации. Кстати, вам не придется спускаться на глубину, чтобы увидеть этих существ. Медуз, в том числе светящихся, держат во многих океанариумах, обычно в помещениях с приглушенным светом, чтобы посетители могли оценить их красоту по достоинству. Обитатели гигантских аквариумов светятся разными цветами и умеют включать и выключать свою подсветку – стоящее зрелище. Люди также глотают медуз по медицинским показаниям и веря в их магическую силу. Считается, что они избавляют от боли в мышцах и улучшают память. Кстати, о магии. Я не говорю, что порошок из медузы заставит одноклассницу влюбиться в вас, но китайцы используют сушеных медуз в качестве любовного снадобья вот уже более 1700 лет. Если вы сегодня узнали что-то новое, лайкните это видео и отправьте его друзьям. А вот и другие прикольные ролики. Просто кликните слева или справа, присоединяйтесь к Эдми и наслаждайтесь!